Приветствуем вас, дорогие братья и сестры, на библейском портале Экзегеты. Сегодня вместе с вами мы вспоминаем святого отрока, мальчика, прославившийся святостью еще в очень ранние годы, да и прожил очень мало, при этом отрока чудотворца, что вообще кто-то такое невероятное, что он еще совсем маленький, да, прожил не очень много лет, но при этом он почитается как чудотворец. Речь идет о святом Артемии Веркальском, и это наш северный край, прекрасный чудный архангельский край, где течет река Северная Двина, где удивительные леса, наши такие природные богатства, и там же дивные святые, и вот святой Артемий Веркальский, его, кстати, очень почитал святой праведный Иоанн Кронштадтский, и святой Иоанн Кронштадтский, он родился в селе на 50 километров удаленном от села Веркало, святой Иоанн Кронштадтский, он жил в селе Сура, и будучи в детстве маленьким, святой Иоанн, он как раз посещал Артемиево-Веркальский монастырь, он ходил на богомолье к святому Артемию, и очень чтил его, получается так, что сам святой Иоанн Кронштадтский, еще будучи маленьким, он уже тогда тоже, несомненно, был святым, вот и возрастал в святости, и вот он особо почитал святого Артемия Веркальского, а когда он, святой Иоанн, был уже таким общероссийским, известным святым, он даже вот на свои пожертвования изготовил особую раку для мощей святого Артемия Веркальского, и именно святой Иоанн Кронштадтский написал Акафист, посвященный святому Артемию Веркальскому, поэтому, когда вот, братья и сестры, мы с вами читаем Акафист святому праведному отруку Артемию, то мы на самом деле молимся теми молитвенными воздыханиями, которые исходили из души святого праведного Иоанна Кронштадтского. И еще, братья и сестры, вот мы сразу скажем, что о святом Артемии сохранилось крайне мало сведений, потому что, ну, никто особо не записывал, семья крестьянская, никто же не знал, что отрок их, он станет потом известен и знаменит на всю Россию, как прославленный святой, семья была христианская, что точно вот известно, да, даже некоторые даты сохранились, каким-то образом через предание передавались, вот родился святой Артемий в 1532 году, отца его звали Косьма, и было даже прозвище у него еще Косьма Малый, ну, может быть, он был малый ростом, да, может быть, он был меньший брат, как бы там ни было, на Руси всегда давали еще какие-то вот прозвища, некоторые потом выросли в фамилии, и вот отец его Косьма Малый, а маму звали Аполлинария. Это имена именно в крещении, семья христианская, а поскольку это 16 век, да, то к этому времени уже люди достаточно утверждались в христианской вере, в Архангельском крае христианство стало распространяться с 12 века, кое-где еще было язычество, и, конечно, вот некоторые проявления язычества, такие суеверия, кое-где вторгались в жизнь людей того времени, вот мы еще про это упомянем, но, собственно, семья самого святого Артемия, она была вполне христианская, благочестивая, и отрока самых малых лет его приучали благочестию. А есть вот еще такое предание, оно свято сохраняется в Архангельском крае, что у святого Артемия у него была сестра, и она тоже, кстати, прославлена в лике святых, это праведная отрока вица Пороскева Переминская, и о ее жизни еще вообще там, ну, крайне скудные сведения, и мощи ее стали вот чудотворными, почитаемыми тоже после ее смерти, вот как и в случае со святым Артемием. Во всяком случае, в народном таком предании говорится, что они были родные брат и сестра, то есть семья все-таки осененная благословением Божиим. Ну, а почему так? Кого Господь благословляет? До тех людей, которые сами своим сердцем откликаются на Божий призыв и открывают свою душу навстречу благодати Божией. И вот из очень обрывочных, кратких сведений мы знаем, что святой Артемий, очень маленький такой вот мальчик, начиная с пяти лет он стал особенно тихим, кротким, он очень был послушен родителям. Я думаю, что сейчас, конечно, послушание родителям – это особая такая добродетель. Может быть, в те времена было попроще, но в любом случае. Так вот познается, что Евангелие осеняет душу ребенка, и что он все-таки воспринимает нечто такое глубинное, и в его душе вот ничто вот не, нет вот такого противостояния, противоречия родителям. То есть, видимо, семена благочестия, они действительно с малых лет возрастали, и действительно каждый человек, он уже в малом возрасте как бы самоопределяется, добро или зло, благочестие или порог. И к чему вот направляются помыслы нашего сердца, да, что мы лелеем в глубинах своих сердечных и в своих мыслях. И вот может оказаться так, что кто-то из малых детей, он уже вот с самых-самых таких вот первых лет своей жизни вдруг вот устремляется ко Господу, да, молится Господу, молится Божьей Матери, другим святым, и старается хранить свой ум в чистоте. И вот так возрастал отрок Артемий. И он прожил еще до 12 лет, то есть вот с 5 до 12, 7 лет такого особого духовного возрастания. И вот, братья и сестры, мы должны сказать, что Артемий, он много помогал своим родителям в полевых работах. Это вообще было естественно для семей того времени. Дети уже с малых лет на полях трудились. И когда было Артемий 12 лет, ему шел уже 13-й год, это 1545 год. Они вместе с отцом вышли баронить поле. Барона это был такой специальный инструмент, которым, ну, как бы вспахивали, как бы разрыхляли землю для того, чтобы она не пересыхала. И, ну, вообще вот крестьяне очень много проводили времени с землей, обрабатывая ее. И вот, когда они трудились, происходит нечто страшное. Ну, по-человечески нечто страшное. Потому что находит грозовая туча, небо потемнело, стало темно, как ночью. Тут же поднялась буря с ливнем, сверкали молнии, и вот раздается удар грома, и Артемий падает замертво. Конечно, сейчас вот трудно сказать, ударила ли в него молния, да, или просто были какие-то громовые разряды. Это ребенок очень испугался этого. Но как бы там ни было, произошел несчастный случай. Во время этой грозы ребенок умер. И для родителей это было тоже страшное потрясение. И вот тут происходит нечто показательное. Как рассуждали люди, селяне в то время? Они рассуждали так. Ну, ведь гроза, молния, да, это все то, что приходит с неба. А на небе Бог. А раз ребенок был поражен вот этим страшным явлением, сошедшим с неба, значит, сам Бог его наказал. То есть, отрок Артемий, рассуждали они, он в чем-то не угоден Богу, может быть, у него были какие-то тайные грехи, он отвержен Богом и прямо наказан. Кроме того, люди еще могли так рассуждать, что это смерть внезапная, да, смерть как бы без предварительного христианского приуготовления, без исповеди, причащения святых христовых тайн. В общем, селяне пришли к выводу, что мальчик был не угоден Богу. А раз не угоден, значит, его нельзя хоронить на христианском кладбище вместе с другими. И его даже не отпели. То есть, его не предали христианскому погребению. И, видимо, отец не мог противиться вот этому, так сказать, общему народному решению. И со своими близкими людьми, с родными отец похоронил. Ну, как похоронил? Он отнес тело мальчика в лес и оставил его непогребенным, но прикрытым берестой, там, хворостом, еловыми ветками. И огородил это место простой деревянной оградой. Тут нам сейчас кажется все это очень таким странным, чем-то шокирующим. А дело в том, что были вот так называемые заложенные покойники. Это было такое суеверное отношение людей к смерти, ну, допустим, от несчастного случая, да, когда человек вот умер внезапно, и казалось, что его вот именно Бог покарал. Или человек, который умер насильственной смертью. То есть, это было такое суеверное представление, и церковь, кстати, с этим постоянно активно боролась. А люди думали, что если они похоронят погибшего при несчастном случае вместе со всеми на общем кладбище, то как бы беду навлекут на все село. И это было, конечно же, суеверное такое представление. И вот видите, даже отказали ему в христианском погребении, и даже попытались как бы забыть про него. Но на самом деле один суд человеческий и совершенно иной суд Божий. И вот есть икона святого Артемия Веркольского. Он по-разному изображается на своих иконах, но на одной иконе он изображается в таком белом одеянии, как он молится, обращаясь ко Господу. Это образ его чистой, незапятнанной жизни, потому что на самом деле сердце его всегда было вместе с Господом Иисусом Христом. И на этой иконе изображается момент его трагического убиения, когда действительно на небе гроза, тучи темные, и отрок вот он падает, убиенный при несчастном вот этом случае. Но тут же ангел-хранитель принимает его чистую душу и тут же возводит ее к небесам, к престолу самого Господа Иисуса Христа. То есть для святого Артемия эта смерть была переходом от худшего к лучшему, от жизни, наполненной всевозможными вот этими превратностями, да, скорбями, лишениями, соблазнами к подлинной, вечной, бессмертной жизни, где он тут же приобщился к славе Господа Иисуса Христа. Но Господь достаточно быстро явил свою славу и явил святость отрока Артемия. Прошло всего лишь вот, ну там около лет 30, и один прислужник Веркальской церкви в честь святителя Николая Чудотворца, прислужник по имени Агафоник, он как-то собирал в лесу грибы. И вот он ходил, значит, собирал, и вдруг он увидел удивительный свет, сияние неизреченного света, поспешил туда, и он увидел, что этот свет как раз явлен над тем местом, где покоились мощи святого Артемия. То есть Господь являет свою благодать. Свет – это явление нетварной божественной энергии, потому что Бог есть свет, и святые люди, они причастны божественной благодати, причем причастны не только душа, но и тело святого человека. И поэтому мощи святых людей, они действительно чудотворны, потому что и они освящены божественной благодать. Вот эта вот благодать, она явила себя как свет. И тогда действительно вот этот Агафоник, он понял, что здесь вот нечто необычное, поспешил в село, рассказал жителям. И они, значит, пришли все туда, собрались, и, ну, поначалу даже они не разобрались. То есть не было торжественного обретения святых мощей угодника Божия Артемия, когда служились бы молебны, да, и во главе крестного хода вот этого шествия был бы предстоятель архиереи или хотя бы священнослужители, они вот торжественно переносили бы мощи. Ну, а они просто вот взяли тело мальчика, причем оно было совершенно нетронуто тлением, он как живой лежал, да, прикрытый этими ветками, этой берестой, и они перенесли его, положив во гроб на паперте возле храма в честь святителя Николая Чудотворца, ну, и тоже вот прикрыли вот той берестой, которой он и был накрыт в лесу. И тут вдруг оказалось, что от мощей святого Артемия стали происходить чудеса, больные люди стали исцеляться. То есть вот так Господь показал, что Артемий вовсе не был наказан Богом. Вот как даже, знаете, в Священописании, в книге «Премудрости» Соломона о смерти почившего праведника, там тоже есть такие слова, что вот «души праведных в руке Божией, и мучение не коснется их. В глазах неразумных они казались умершими, и исход их считался погибелью, и отшествие от нас уничтожением». То есть вот как в случаях именно со святым Артемием, да, казалось, что это погибель, что это уничтожение, но они пребывают в мире. То есть благодатный мир Божий объемлет их души, и даже вот через их тела начинает являться благодать Божия. Ибо хотя они в глазах людей и наказываются, вот казалось, что Артемий наказывается, но надежда их полна бессмертия. И немного наказанные они будут многооблагодетельственны, потому что Бог испытал их и нашел их достойными Его. Вот эти слова мы читаем, кстати, точнее слышим во время Паремии, посвящен тем или иным святым. И вот то, что случилось со святым Артемием Веркальским, это на самом деле такое вразумление всем нам, что несчастный случай не означает, что человек отвержен Богом. Если вдруг случилось что-то такое вот невидимое, ну там действительно удар молнии, значит, или автокатастрофа там, или от болезни какой-то умер, это не значит, что человек такой наказан Богом. Это значит, что Господь его призывает уже к новой, более высокой, более чистой, к бессмертной жизни. И если вдруг у кого-то был похищен родственник несчастным случаем или умер от какой-то болезни, то пусть таковой вспоминает святого Артемия Веркальского, который именно подобным образом был взят из нашей жизни, однако же именно Артемий благословлен Богом, и через него Господь являет свои многочисленные чудеса. А в то самое время в Веркале началась страшная эпидемия, и люди очень тяжело болели, и вот у одного селянина по имени Калиник, у него сильно разболелся сын, был уже при смерти. И вот этот Калиник поспешил в храм, и он подошел к мощам отрока Артемия, его попросил об исцелении сына, и взял кусочек бересты, которой прикрыто было тело святого Артемия, принес домой, приложил к сыну, возложил на плечи, даже к его нательному кресту как-то приложил, чтобы при нем был этот кусочек бересты, и сын сразу же исцелился, получил облегчение. Ну, Калиник тут же рассказал другим селянам, и стали служить молебны, стали совершать молитвенное поминовение отрока Артемия, и тогда эпидемия очень быстро прекратилась, и, в общем, тут же стали происходить самые разные чудеса. Вот Господь прославил своего святого отрока, например, у одного человека там от какой-то болезни у него голову повернуло как-то назад, глаза у него тоже закрылись, то ли неврология, то ли там чего еще, уже трудно сказать. Ну, значит, он помолился святому Артемию, значит, у мощей его, и тоже обрел такое исцеление. То есть чудеса происходили самые невероятные, и вот так вот отрок стал чудотворцем. Ну, чудотворцем стал он уже посмертно, посмертно, да, как бы расставшись с земной жизнью, и будучи уже на небесах, вот он видит тех, кто находится на земле, будучи сам причастен к божественной благодати, и от благодати Божией уделяет тем, кто молится ему и просит его в своих нуждах. От мощей праведного Артемия исцелился даже преподобный Трифон Вятский. Когда он шел в родные края, и вот у него, ну, такой недуг, расслабление руки случилось, и когда он приложился, значит, к мощам отрока Артемия, то получилось исцеление, и выходит что? То, что святые, которые на небесах, да, они в том числе помогают святым, которые еще на земле шествуют, совершают свой путь духовный, и вот преподобный Трифон Вятский тоже получил от него такую помощь, поддержку, но святые, они помогают не только святым, да, больше, наверное, даже вот мучаются те люди, которые еще где-то вот неустойчивы духовно, которые, ну, колеблются. Например, тоже такой случай там зафиксирован, как один человек, он сильно страдал глазами, какая-то вот болезнь страшная, что и там и боли, в общем, и видеть не мог, и ему хотелось даже покончить с собой, и он было даже совершил вот это самое страшное прегрешение, но соседи не позволили ему совершить грех самоубийства, и вот он не знал, как быть, и ему в видении явился праведный Артемий, он явился в белом одеянии, с посохом в левой руке, с крестом вправо, и сказал, «Человече, что ты страдаешь? Господь Иисус Христос через меня, раба своего, исцелит тебя, пойди приложись к моему гробу и расскажи об этом людям». И этот человек все выполнил, как было ему сказано в видении, получил исцеление, и стал действительно, ну, это была воля Божия, чтобы он рассказал об этом другим, чтобы и другие тоже поспешили к мощам праведного отрока Артемий, как к сосуду, призабильному сосуду благодати Божией. А даже были такие, в общем-то, очень жесткие, в чем-то даже жестокие люди, как, например, воевода Афанасий Пашков. Впоследствии, когда он в Сибири вот со своими казаками, там с воинами находился, то он очень жестоко вот так относился вот к некоторым и даже кого-то умучил, и даже некоторые умученные им, они прославлены в лике святых, как страдальцы, как за Христа даже пострадавших, хотя вроде бы он тоже исповедовал веру Христова. Ну, и вот Афанасий Пашков, он как раз одно время был воеводой в этих краях, где покоились мощи святого Артемия Веркальского, и проезжая, он проигнорировал их. То есть он никак не почтил, молебнов не служил и вообще не подходил к святым мощам. И когда он вернулся домой, то увидел, что его ребенок сильно разболелся. А ведь уже святой Артемий, его почитание распространялось, и люди шли и понимали, что Господь через него помогает и являет свои чудеса. А тут получилось, что такое явное игнорирование. Ну и поскольку сам Афанасий Пашков был такой человек очень жесткий, то и в разумлении ему было жесткое достаточно. То есть, что его ребенок, собственный ребенок, разболелся, и он понял, что это за непочитание праведного Артемия. И когда он в этом уже раскаивался, то ребенок его, чуть приподнявшись, сказал, а когда мы поедем к святому Артемию, поклониться ему и помолиться. И Афанасий Пашков выполнил все, как и было решено. Вместе с сыном приехал к мощам отрока Артемия, и ребенок его получает исцеление. И вот что удивительно, вот этот Афанасий Пашков, несмотря на свой очень такой жесткий нрав, он расположился к праведному Артемию, и именно он построил храм на месте погребения святого Артемия. Вот там, где в лесу его положили, даже толком не закопав земли, а просто прикрыв какими-то ветвями и берестой, именно на этом месте Афанасий Пашков построил первый храм, и вокруг этого храма образовался удивительный монастырь. Артемиево-Веркальский монастырь, который привлекал очень много паломников, и неоднократно там, конечно, бывали пожары, и трижды, по-моему, храм даже сгорал, посвященный святому Артемию Веркальскому, но всякий раз восстанавливали и всякий раз спасали мощи святого Артемия. Ну, во всяком случае, они там не погибли, не пострадали, и мощи его продолжали оставаться чудотворными. А что касается Афанасия Пашкова, которого мы упомянули, то когда он расстался со званием воеводы, то он принял монашеский постриг. Кстати, как и супруга его, она тоже стала монахиней. Да, то есть благодать Божия, она совершенно необычным образом действует на самых разных людей, и промысел Божий настолько действует необычно, что бывают какие-то пересечения, и вроде бы человек ведет какой-то образ жизни еще не очень возвышенный, и жестоко обращается с подчиненными, но он уже соприкоснулся со святым, ну, в частности, праведным отроком Артемием, и это уже откладывается в его душе, в его сердце, то есть есть некий отклик, он строит храм, там возникает монастырь, а у самого этого человека, у него своя жизнь, то есть он где-то еще возвращается к своим жестоким нравам, но потом все равно, потом все равно доброе перевешивает, и этот человек уже, пусть во второй половине своей жизни, может быть, ближе к ее завершению, но уже всецело посвящает себя Богу, отрекаясь от мира сего. На протяжении веков мощи Артемия Веркальского они покоились именно в монастыре, ему посвященном, и получается, что вот это место, оно прославлено благодатью Божией, прославлено посещением множества паломников, вот как мы говорили, святой Иоанн Кронштадтский тоже очень любил посещать эти места, и он пронес вот образ святого Артемия в своем сердце через всю свою жизнь, и сам святой Иоанн Кронштадтский он был чудотворцем еще при жизни, и Артемий Отрок Веркальский, он был чудотворцем, и Иоанн Кронштадтский. Есть пути вот Господни, которые нам не совсем постижимы, и уж тем более нам не постижимы, почему вот такой-то человек умирает так, вот это значит умирает так, и в своих рассуждениях мы можем просто запутаться, а у Бога есть вот какой-то план свой, и для конкретного человека что-то служит уроком, а что-то для него является спасением, а может быть просто вот некой такой ступенькой, по которой человек вот восходит выше и переходит уже в небесные горние обители. Ну, добавим лишь еще братья и сестры, что в 20 веке, конечно же, Артемиево Веркальский монастырь, он претерпел судьбу, которую несли все обители Русской Православной Церкви в то время, и вот когда хотели вскрыть мощи отрока Артемия, в 1918 году приехала комиссия, и стали открывать раку, и оказалось, что мощей там нет, потому что братья монастыря, чтобы спасти мощи святого Артемия, они их спрятали, заранее убрали из раки и спрятали, и поэтому мощи не были похищены, увезены куда-то там, в атеистические музеи или еще куда, они остались в самой обители, но где находятся, до сих пор неизвестно. Уже прошли десятилетия, монастырь удалось возродить. Ныне он живет такой полноценной духовной жизнью, есть свои монахи, иноки, которые совершают свое служение Господу в Артемиево Веркальском монастыре, и где-то там по-прежнему покоятся мощи святого Артемия, то есть история, она вот до конца еще не дописана, ну то, что связано со святым Артемием Веркальским. И может быть, святой Артемий, он или в каком-то видении, или каким-то иным чудесным образом откроет место пребывания его святых мощей, и тогда будет новое обретение святых мощей праведного отрока Артемия на радость всем людям. Остается лишь сказать, что у Господа о каждом человеке есть свой план. Ну, план у Господа какой? Спасти душу человеческую, возвести ее к небесным обителям. И на этом пути, конечно же, нам могут посылаться и скорбные обстоятельства, и какие-то болезни, и жизненные потрясения, и, может быть, даже несчастные случаи. И это надо принять вот как промысел Божий. Почему несчастные случаи? Потому что человечество в целом живет вне рая, то есть утратили рай, поэтому все здесь пребывает в такой борьбе, в таком немножко как бы разваливающийся сосуд, который потрескался и нуждается в восстановлении. И несмотря на все вот эти жизненные потрясения, все равно Божий промысел присутствует, и все находится в то же время в Божьих руках, потому что всякое даже неприятное событие, оно может повернуться к нашему спасению. И мы вдруг видим, что простой ребенок из крестьянской семьи, он вдруг становится прославленным благодатью Божией, чудотворцем, и помогает множеству-множеству людей, которые живут здесь вот на земле, и в те древние времена и сейчас. Вот как сказано в Священном Писании, что Бог избрал немудрое, чтобы посрамить мудрое, Бог избрал немощное, чтобы посрамить сильное, ну то, что считается сильным в этом мире. Бог избрал ничего незначащее в этом мире для того, чтобы посрамить значащее. То есть люди обычно воспевают сильных, преуспевших, таких вот людей, которые в миру считаются кумирами, но пред Богом это все абсолютно ничто. А Господь избирает чистые души людей, которые искренне любят Бога, искренне любят ближних. Вот таким являлся праведный отрок Артемий, простой мальчик из крестьянской семьи, который сподобился святости, и хотя пережил вот это страшное, значит, умершление в несчастном случае, но сподобился славы Божьей на небесах, и оттуда помогает всем, кто ищет от него какой-либо помощи, и обращается к нему в своих молитвах. Так что, братья и сестры, будем помнить, что и такие на небесах у нас есть ходатая пред Господом, и постараемся молиться им теплым сердцем. Святой праведный отче Артемий, моли Бога о нас! Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.